Здравствуйте, друзья! С вами вновь программа «Вопрос служителю церкви». Здесь, в этой студии, мы отвечаем на те вопросы, которые вы постоянно присылаете нам, в том числе и через социальные сети. И сегодня ответим на очередной из них. В гостях у нас сегодня слушатель церкви, кандидат философских наук и преподаватель ЗАОКской духовной академии Евгений Владимирович Зайцев. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Здравствуйте. Спасибо за ваше согласие ответить на очередной вопрос. Давайте зачитаем его, не теряя времени. Задает его Даниил, 32 года. Итак, почему большинство религий считают, что именно их религия единственно верная? Почему в христианстве так много конфессий и динаминаций? Вопрос конкретный. Я думаю, он не просто удивляет, занимает, но и возмущает очень многих. Во что верить, совершенно непонятно. Насчитывается более 28 тысяч религиозных организаций у нас в мире. Поэтому выбор очень сложный. Надо сначала выбрать, верить ли, а потом еще куда. Вопрос действительно непростой. И он естественен. Если так много религий, так много религиозных направлений, естественно задать вопрос, какая из них правильная. И хорошо ли, что их много? Потому что это плохо. В Советском Союзе колбасу было легче выбирать. Она была или не была? Не просто ответить на этот вопрос. Почему так много религий? Тут, наверное, нужно обратиться к некоторым попыткам объяснить истоки происхождения религии. Давайте попробуем. Как возникает религия, как возникает религиозное чувство. Почему человек начинает верить в высшие силы какие-то. Здесь нет ясности, здесь нет определенности. В Советском религиоведении нет одной теории, которая бы попыталась однозначно объяснить происхождение религиозного чувства. Но я попробую подойти к этой проблеме с позиции своего христианского мировоззрения. Как человек верующий, как христианин, основывающий свою религиозную веру на Слове Божьем, на Божьем откровении. Я считаю, что вот это многообразие верований, многообразие религиозных убеждений, многообразие представлений людей о Боге, оно связано с тем, что утрачено. Утрачено человечеством это истинное боговидение, утрачено чувство Божьего откровения. Бог себя открывает человеку, потому что человек сотворён Богом, и, естественно, сотворив человек по своему образу и подобию, Бог себя человеку каким-то образом открывает в истории, и в том числе в истории спасения, то есть решение проблемы зла и греха. И я считаю, что Священное Писание, Библия, представляет собой записанное Божье откровение, записанное пророками, записанное апостолами, то есть учениками Иисуса Христа, Сына Божия. И если возвратиться к вопросу, какая из религий правильная, я считаю, что правильно та религия, которая ближе всего к Божьему откровению, изложенному в Священном Писании, к тому, что сам Бог говорит человеку, отвечая на его извечные вопросы. Что есть этот мир? Что есть человек? Откуда человек? Откуда зло? Как решить проблему зла? Что есть жизнь? Что есть смерть? Священное Писание, будучи откровением Божьей воли, оно содержит в себе ответы на все эти вопросы. Если человек ищущий, думающий, человек, которого волнуют все эти извечные вопросы своего собственного бытия, обращается к Священному Писанию за ответами, я думаю, он на правильном пути. Ну, можно и возразить на это. Важно. Допустим. Пожалуйста. Ведь мы не ответили на вопрос, почему много направлений. Мы сказали, что вот куда стоит посмотреть, чтобы понять. Ну, допустим. Ну, вот думает человек, жениться ему или не жениться. Ну, ладно, решил жениться. Принял решение. Ну, в мире 3,5 миллиарда женщин. Ну, ладно. Потенциально у него намного меньше могут, кстати, выживать. Но огромный выбор. Даже если он прочитал книгу, какая должна быть, все равно слишком много. И глядя на каждую, он может видеть. Да, вот в этой есть вот эти качества. В этой тоже такие. Так вот здесь человек. Мы говорили там, что их десятки тысяч. Но даже если человек выбрал какое-то направление. Я хочу быть христианином, последовать за Христом. А с кем мне идти? Потому что только христианских направлений тысячи. Поэтому вы говорите, надо смотреть на Писание. Не кажется ли вам, что это не очень надежный критерий? Потому что каждая церковь утверждает, что она основывается на Писании. Несмотря на то, что Библия сама говорит, что мы должны исследовать Писание, правильно ли кто-то говорит. Но именно на основании исследования Писания и рождаются множество религиозных течений. Более того, как только Библия стала широко доступна со временем, допустим, книгопечатания, произошла реформация, которая породила сотни и тысячи новых направлений. Вот вам контраргумент. Человек скажет, как же я буду основываться на Писании? Не лучше ли выбрать дополнительные критерии или вообще другие критерии, как то численность приверженцев этой, конкретно этой, допустим, ветви христианства? Или вообще какого-то религиозного течения? Или, допустим, древность? Древность, да. Но по такому критерию, конечно, мы можем многое другое выбрать, которое вообще отличается от христианства. Но не самое древнее. Ни один из перечисленных вами критериев не является надежным в плане постижения истины. Потому что это некие внешние критерии, в основе которых, в общем-то, чисто человеческий фактор. Я продолжаю всё-таки настаивать на том, что единственным критерием оценки истинности той или иной религии является Божье откровение. То есть откровение самого Бога. Да, к сожалению, по-разному воспринимают люди вот это слово, священное писание, Библию. Да, мы знаем, что уже в ранней церкви сложились две школы, две богословских школы, толкование священного писания, Александрийская школа и Антиохийская школа. Но тем не менее, тем не менее, я всё-таки настаиваю на том, что критерием оценки истинности той или иной религии является Божье откровение. Но как человеку, который не сведущий в этих вопросах, он очень далёк от богословия. Он больше смотрит на то, насколько величественны знания или насколько добры люди, которые заявляют ему о своей приверженности. Как ему выбрать? Ведь известно, что и на Руси, когда выбиралась религия, были предложены разные варианты, большинство из которых было всё-таки отвергнуто. Такие, допустим, католицизм, ислам, иудаизм. Выбрано одно направление. Вот как быть человеку? Потому что мы говорим, как правильно, но как на практике им действовать? Я думаю, что если человек действительно искренне хочет найти Бога для себя, он с помощью Божьей найдёт Бога. И Священное Писание может ему в этом помочь. Да, может быть, поначалу будет тяжело воспринимать то, что содержится в этой книге, составленной многие века назад. И, может быть, язык покажется необычным для современного читателя. Но, тем не менее, учитывая то, что всё-таки это Богодухновенное слово, учитывая то, что за тем, что написано в Священном Писании, стоит сам Бог, ибо, как сказано, писали Его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым, руководство Святого Духа будет ощущаться этим человеком, когда он будет обращаться к этой книге, когда с молитвой будет просить у Бога мудрости разуметь это Писание. Это единственный путь, который я могу предложить всякому ищущему человеку. Спасибо. Но такой возникает ещё вопрос. Человек начал читать, сравнивать. Получается, по сути, мы побуждаем что? Человека приходить и просто выбирать, как... Ну, уж не в магазине будет, может, некрасивое сравнение, но всё-таки выбирать. Большинство людей скажут, что, возможно, это не очень красиво, поскольку человек уже с детства, ему что-то привито, может быть, родителями, не будет ли вероломством с его стороны делать вот такой выбор, с одной стороны, во вторую. Когда он будет выбирать, он будет натыкаться на расхождение между тем, как есть Писание, тем, как говорят и соглашаются с этим людям, и тем, как есть на самом деле. Как отличить истинную тогда церковь и совершенную? Вот человек ищет совершенство всегда. Найдёт ли он его, можно сказать, совершенную или хотя бы теоретически соответствующую совершенной истине? Ну, совершенную вряд ли можно найти здесь, на Земле, в условиях грешного существования человечества. И если ориентироваться на, скажем, вот этот критерий, критерий совершенства, в том числе и совершенства людей, то вряд ли мы найдём на Земле такое сообщество, в котором все будут совершенны. Церковь, по образному выражению одного святителя, это больница, где лечатся нуждающиеся в Боге, в его спасении грешники. Это не санаторий, в котором отдыхают святые, абсолютно совершенные люди. Поэтому, наверное, нужно ориентироваться не на людей, какие там люди, ориентироваться не на здание, какое здание совершенное, оно в архитектурном плане или у Бога, а всё-таки ориентироваться на содержание той вести, которая звучит, которая проповедуется в этом сообществе, ориентироваться на Божье слово. Вот я продолжаю настаивать именно на этом критерии оценки истинности той или иной религии. Видимо, вы согласны были, по-моему, с Пэрджин это говорил, что совершенной церкви нет, а если будет, то меня туда не примут, а если меня туда примут, она не будет совершенной. Перестанет быть совершенной. Такой самокритичный опыт. Ну, а как насчёт, знаете, то, что первую часть я вопрос спрашивал, человек в чём-то уже воспитан, и он предаёт веру, если он начинает думать и выбирать, или он ищет эту веру? Вот как? Я думаю, всё-таки он ищет. В данном случае предавать оно где-то не совсем уместно. Если Бог открывается человеку, и человек понимает, что он приобретает что-то для себя в плане своего духовного опыта, он обогащается этой истиной, открывшейся ему в Слове Божьем, то говорить о каком-то предательстве своих прошлых убеждений, веры своих отцов здесь не совсем уместно. Я не думаю, что человек должен мучиться вот такими чувствами, когда ему открывается воля Божия в большем объёме в Священном Писании. Он должен продолжать двигаться в этом направлении. А если человек разочарован на каком-то... Вот что-то нашёл, и в определенный момент разочаровался, ему что-то искать дальше. У нас вот знаете, кстати, есть статистика, что ислам выходит на первое место по росту в Европе, в том числе и за счёт того, что христиане переходят в ислам. Они разочарованы в христианстве в принципе, они меняют вообще религиозное течение. Правильно ли бесконечно искать, потому что человек вырастает в познании истины, и ему вдруг через год стало открыто, что что-то не так. И ему нужно продолжать дальше. Я считаю, что вся наша жизнь – это жизнь постоянного поиска, и мы не должны останавливаться. К сожалению, да, я вынужден признать, что историческое христианство где-то выхолостилось. Особенно вот в последнее время христианство усваивает некие ценности, вступающие в конфликт с теми традиционными ценностями, которые, скажем, всегда составляли основу христианской веры, христианского убеждения. И отступление от этих основ, этих нравственных ценностей, изложенных в Божьем законе, в нравственном законе Божьем, оно, безусловно, где-то дискредитировало христианство, и поэтому наблюдается, наблюдается отток людей, переход в другие религии. И христианство дискредитировало себя именно множеством разных течений. В том числе да, но и в других мировых религиях тоже множество разных течений, направлений, школ. То есть, если человек хочет перейти, допустим, в ислам, он должен понимать, что и там придется выбирать? Конечно, конечно. То есть, в каком-то смысле целостность религиозной организации – это еще не гарантия того, что эта организация представляет истинную религию. Я еще раз хочу подчеркнуть, что все-таки истина, она связана с Божьим откровением. И человек должен стремиться, стремиться найти для себя то, что он ищет, именно в Божьем Слове, потому что в нем сам Бог себя открывает человеку. Большое спасибо, Евгений Владимирович. Тема очень обширная и говорить можно не очень долго, но, возможно, отчасти мы бы помогли Даниилу хоть как-то сориентироваться. Спасибо вам, спасибо и вам, друзья, за ваше внимание и за ваши вопросы, которых мы будем с удовольствием ждать вновь. С вами была программа «Вопрос» служителю церкви. До новых встреч!